друзья всем привет сегодня будем делать легкий быстрый пирог из слоеного теста с яблоками который называется барханы значит нужно готовое слоеное тесто не ругайте меня за это что вот легкий рецепт из готового слоеного теста но а иногда такие рецепты очень даже выручают поэтому взяла две упаковки тесто без дрожжевого нам нужен будет большой пластик такой да в упаковке вот два таких раздельных поэтому можно водой можно яйцом яйцо взбитое ну вилочка можно разбить можно кисточкой вот так вот и я сделаю вот так просто пройду краешек чуть-чуть и соединю два этих пластика вот так внахлёст сделаю чтобы они впоследствии не расползлись видите сразу положила на пекровскую бумагу это силиконизированная пергамент у меня и чтобы потом сразу было удобно переложить и чуть-чуть вот так вот в ширину раскатываю тесто поймете почему яблоки берите желательно такие чтобы прям вот как мягкие были бывают же очень жесткие твердые яблоки а бывают такие рыхленькие ну сейчас к весне они наверное все уже такие рыхленькие да теперь нужно перенести это тесто на противень берем и вот так вот сразу перекладываем вот так и пока убираем а теперь займемся яблоками яблоки берем не крупные такие средненькие разрезали пополам вырезаем все ненужное и делаем углубление в серединке вырезаю вот эти вот косточки вот прям хорошее углубление вот так вот можно сделать все яблочки так сделаем потом продолжим вырезала а теперь берем половинку яблочко насыпаем чайную ложечку сахара сюда и я вложу вот так вот сюда еще половинку грецкого ореха вот так вот и переворачиваем вот так вот все и вот так укладываем 6 половинок яблок вот так получается теперь края и между яблочками нужно пройти вот так вот и смазать это чтобы впоследствии хорошо все склеилось края теста верхнего вот этого пластика до склеили с нижним хорошо и здесь вот так же вот пройти потому что будем их соединять между собой можно водой сможно яйцо все теперь раскатываем такие же два квадратика теста из следующей упаковки и накроем сверху этот пласт раскатываем чуть побольше пошире и в длину и в ширину так как нам нужно накрыть яблоки они у нас все-таки не плоские бугорочки будут поэтому чуть побольше все тесто катала на скалку и теперь закрываем вот сюда продавится сразу сюда продавится сразу тесто и на эту часть и здесь также все края соединяем если где-то чуть-чуть лишнего просто подрежьте аккуратненько вот что получается знаете если что в края где-то вот длинненький получился да а под низ его подверните и все и получится вот такой аккуратненький ровный пирожок вот края хорошо вот так вот прошли ладошкой серединке хорошо чтобы все это склеилось чтобы там сахар у нас не гулял не протекал все теперь смазываем яйцо и ставим выпекать при температуре 180 градусов а время скажу дополнительно сколько он у меня выпекался посыпала сверху еще кунжутом беленьким вот поинтереснее смотрится все оставлю в духовку пирожок все друзья пирог испекся смотрите барханы вот такие получились тесто хорошо поднялось хоть и хорошо прижимала но в серединке видите как все это швов почти вот этих незаметно выпекался у меня 25 минут при температуре 175 градусов все-таки яблоки сырые да мы их не не делали как с карамелью как обычно делается на пирог и я убавила температуру и вот 25 минут думаю что все там пропеклось прекрасно теперь ему нужно дать остыть потому что если сейчас разрезаем горячий то сок будет просто-напросто вытекать на противень а мне бы этого не хотелось все даем остыть потом посмотрим в серединке и так пирог остыл давайте отрежем посмотрим как он выглядит в серединке тесто пропеклось ну как она слоеное тесто да вы знаете что при при выпекании но немножко так имеет свойство выглядеть вот таким а там еще и яблоко яблоко давайте разрежем и посмотрим что-то в серединке так что мне тут постукивает еще салфетница вот оно и яблочко с орешками все прекрасно аромат стоит просто великолепный уверена что вкусно кто любит соленое соленое тесто тому этот пирог непременно понравится так ну что пробовать вот бум 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 но выглядит красиво на разрезе правда думаю что вкусно яблоко смотрим прям как пюрышечка нежненькая вкусная все сладенькая очень вкусно так нажимать я уже полностью пирог не буду при вас сейчас холодненьким молочком будет с ног сшибательно но все на этом собственно вот такой легкий простой рецепт вкусного быстрого пирога пробуйте делайте пишите отзывы не забудьте поставить пальчик вверх или вниз как вам куда хочется все на этом всем пока всего самого наилучшего вам желаю как всегда